всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет потрясающе интересное потому что мы его записываем вместе с классным блогером ксюши ксения ее никнейм дига 3000 наверно многие узнают она очень крутой блогер у нее много 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 классных видео мои самые любимые не все ее видео вообще нравится но самые любимые конечно же ее видео о гардеробе как она сочетает как она какие-то вещи покупает в общем я люблю я люблю видео про шмотки как наверное многие из вас тоже и поэтому канал ксюша для меня ну просто отдушина такая мы с ней запишем сегодня для вас видео о модных веяниях этого лет ну у меня уже как бы получается это прошлое лето потому что у нас уже осень а у вас вот прямо сейчас лето ах лето лето жаркое будь со мной поэтому давайте начнем ксюша спасибо большое тебе что мы записываем это видео я бесконечном восхищении вообще ксения очень красивый человек очень яркий очень харизматичный отзывчивый добрый с чувством юмора заходите на ее канал если вдруг кто не знает я все ссылки оставлю на ее канал и также ссылку на ее instagram страницу где она вот вообще вот она просто вас погружает в мир моды и стиля она делает очень много разных классных stories свои луки подборку каких-то современных луков в общем интересно всегда очень интересно смотреть ее работу и давайте начнем тенденции мода веяния и так далее все что предлагают нам модные журналы сейчас я вот возьму просто все что предлагают на модные журналы это как бы история эта история той или иной девушки которая одета так ты так ты так ты наша с вами задача не копировать просто вот этот весь ее наряд а вычленить именно то что вам конкретно в этом наряде нравится что вас греет потому что если вас не греет какие-то там огромные клипсы или огромные серьги или там какие-то о вас сайс безразмерные вещи как модно как бы модными они какими модными они не были вы не будете чувствовать себя в них комфортно и легко скажем так вы должны выбрать для себя именно то что подходит подходит нравится вам и так далее ну как бы много-много модных журналов сейчас выходит я люблю их покупать как наверное все девочки ну например вот этого вот этого лука да она шикарно одета тут у нее рваные джинсы красивые очень тапки такие модные и куртка такая вышитая и какой-то шелковый красивый очень топ но все вместе как бы но мы же не будем идти куда-то по магазинам и искать вот точно такой же вот так же так же так главное найти для себя что-то в этом образе подходящие мне например очень нравится вот этот вот топ и вот эти ботинки я бы с удовольствием как бы повторила вот что-то такое романтичное с рюшей вот такого пыльно-розового цвета какие-то такие грубоватые но в то же время женственные ботинки я делала может какую-нибудь там юбку шелк ну вот что-то такое надо везде найти вот свою соль а не то что вам предлагается предлагают модные тренды и так далее и давайте я вам покажу что я носила в этом году я не знаю насколько это модно насколько это трендовые так далее но это были вот мои вещи в которых я чувствовала себя красивой которых я чувствовала себя модной уверенной пусть иногда смешной пусть иногда кому-то может быть непонятный но я никогда этого как бы не стеснялась если мне нравится носить какие-то безумные вещи я это ношу войну и давайте начнем первое на что я вот просто пала руками ногами глазами в этом этим летом это красный цвет вообще это как бы так это веяние а монохромность чем монохромный лук то есть будь то красный будь то белый белый как бы летом и тогда предсказуемо это по-любому будет ярко-желтый ярко-зеленый ярко-розовый когда вы тут просто какой-то огромный там ну объемная вещь яркого цвета это круто это очень круто и в этом году у меня вот несколько красных ноги его видели там хлопковое пальто она летняя и она мне кажется одна из самых любимых вещей у меня в этом году она не жаркая в нем приятно ну конечно когда там 32 градуса жары это будет ночью но мне кажется войну я его иногда вот так спускаю делаю тут ну в нем есть какая-то небрежность в том же время в нем есть какая-то классика если вы его оденете с высоким каблуком она уже будет такое классично если вы как-то вот так с кроссовками но это какой-то такой немножко смешной лук короче вот такая вещь красная дальше вот это худи тоже видели его наверное это австралийский дизайнера кира она абсолютно прозрачная вы можете носить просто на что угодно сверху это такой элемент искусства это не мода это вот именно вот искусство вот это вот худи она очень артистично если куда-то на выход если куда-то там в клуб я не знаю мне не люблю клубы ну куда-то так вот гонить может быть выставку сходить вот такая вещь будет круто дальше морская тема вот у меня тут такой комплект но этой и к монохромному относится к морскому морская тема всегда конечно летом ну это незаменимо здесь у меня вот такой сарафан с якорьками у него открытая спина но с открытой спиной я ношу его крайне редко потому что ну потому что потому что слишком открыто слишком большая грудь скажем так вот такой вот сарафан это дизайнер джунка шимада джунка шимада это японка но она живет и работает во франции начинала кстати еще с эвсен лароном это бесподобный дизайнер это вообще одна из самых моих любимых дизайнеров мне повезло когда-то иметь ее вещи в неком количестве вот у меня не появились чего без бесконечно рада это вот как по моей жемчужины моего гардероба и и вещи и вот это вот пиджак из када это винтажный пиджак из винтажного магазина я люблю вообще пиджаки и жакеты какие-то маленькие кардиганы я не люблю ходить с открытыми руками то во первых очень жарко и можете сразу сгореть ну и во вторых на моей работе нужно как бы все-таки закрытые руки иметь и вот такой пиджак красный винтажный подплечники сейчас опять ну мне кажется скоро пойдет опять моду все вот это с плечами это будет круто вот такой пиджак он двубортный у него золотые пуговики ну красиво красиво его можно носить опять таки с платьями комбинациями можно носить с какими-то вот такими вот вещами пардонами тут все падает можно носить с голубыми джинсами с белой маечкой с кедами ну с чем угодно в общем классный такой клубный пиджак он нам всегда пригодится вот так дальше деним деним естественно как бы из года в год вот он правит бал он переходит из одного сезона в другой джинсы шорты бойфренд шорты бойфренд джинсы джинсовые сарафан джинсовые куртки ну все 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 сюда ним это всегда будет классно всегда будет модно он сочетается со всем чем угодно у меня в этом году была джинсовая курт но она потерта где надо и имеет такие красивые очень вышитые цветочки цветочки какие-то узоры то есть в дополнение вообще к любому повседневному наряду и на вечер она пойдет как нельзя лучше вот такая красивая джинсовая куртка как бы летом дбс вы наверно видели меня в instagram в этом платье много раз это платье вот она с виду как мешок но когда вы его одеваете я высокая на наверное я бы не рекомендовала это платье носить ну не высоким девушкам хотя если с каблуком с высоким она тоже будет классно смотреться это хлопок это легко это не жарко это классно и вот такое еще одно платье тоже белое тоже это один размер ну не знаю летом это то что нужно так дальше дальше я люблю летом носить кимоно кимоно или вещи стилизованные под кимоно потому что настоящее кимоно конечно найти сложно но вот у меня есть одно настоящее кимоно и что-то такое наподобие кимоно буха стайл если вам покошел я люблю его носить вот просто с чем угодно будь то шорты будь то комбинации будь то я не знаю джинсы какая-то яркая комбинация вниз красная синяя белая розовая вот оно такое классическое кимоно японское за счет того что но не длинное его можно реально носить утра до вечера мне нравится и вот такой халат вот с такой оторочкой я выкупила на новый год надела наверное раза три ну она он эффектный он эффектный такой халат это zara сейчас я выношу дома когда приходят гости почему нет вот такой вот хала в общем если вы любите такие стили немножко цыганские то такие вещи вполне вам подойдут вашем гардеробе будут всегда применимы скажем так дальше в этом году у меня просто случилась любовь к леопардовым принтом принтом леопардом вообще таким животным принтом сейчас я вам покажу свои вещи этого это опять дизайнер джунка шимата который вам говорила это вот такой жакет льняной он бесподобен бесподобен я его люблю ношу жены на года четыре и он реально не выходит из воды вот лен правильный покрой но тут еще этот принт змеиный все если найти такую вещь и надо брать и и надо брать потому что вы ее будете из года в год доставать из года в год носить брать с собой в поездки и так далее это как будто это инвестиции дальше вот такое платье это платье я носила носила потом она меня года два лежала и вот в этом году я его опять достала она прекрасная это шелковое платье по моему это дольче габбана если не ошибаюсь но по-моему да ну уже очень-очень старая старая коллекция леопардовые принты леопардовые плен принты могут быть очень пошлыми очень не к месту если вы найдете свой леопардовый принт взять надо все мерить то это будет успех я как бы вот как мне кажется нашла что-то такое вот свое далее далее и мне очень в этом году как понравилось но мне всегда нравились клипсы какие-то такие винтажные украшения но в этом году я вот просто на них подсела я скупала их везде искала познакомилась женщины коллекционером купила очень много у нее и вот именно вот эти винтажные клипсы мне очень нравится сочетать с чем-то очень очень классичным то есть классический пиджак или классическое платье какие-нибудь большие винтажные клипсы сейчас я вам покажу что я имею ввиду пиджак это австралийский дизайнер он сейчас уже ничего не шьет закрылся давно но я как этот пиджак увидела я просто влюбилась я обожаю такие цвета обожаю такой классический покрой вот так вот я его одеваю вот не с этими кольцами не с этим не знаю платочком с чем-то вот таким я уже делала видео по-моему на эту тему вот так вот такой пиджак это просто это классика такой мягкий макияж какую-то красивую кожаную сумочку такой стиль найти секретарша по моему фильм называется с мэлани гриффит такой старый фильм вот там такая была мода мне она всегда очень нравится вот у меня вот это еще направление появилась в этом классическое пальто бербери ему уже наверное лет десять может быть больше ну все знают на бербери она у меня идет с лета ну вот когда вот так прохладно и вот прям иногда и зимой если у нас не очень жарко я его одеваю это моя вот просто любимая одна из самых любимых вещей она вот видите у него классический покрой у него бесподобно красивый цвет тут у него этот фирменный вот так она закрывается я его ношу со штанами с брюками с какими-то там маленькими свитерками а летом нашу вот так вот на комбинацию из даже с кроссовками ну чем-то таким она мне вот знаете нравится своей какой-то простотой и она ко всему вообще подходит если вы найдете что-то такое не обязательно бербери не обязательно бербери что-то такое вот правильного фасона правильной ткани и правильного цвета который вам идет это просто успех дальше то бербери а это уже классическое пальто бербери вот такое я его ношу очень редко потому что честно говоря но в невелико я его нашла винтажном магазине я его сама не купила бы никогда за такие деньги никогда не купила оно крутое но не знаю такие деньги платить короче вот такое пальто и она тоже у меня идет на все вообще на все сезоны с лета до вот сейчас я его ношу грубо говоря у него еще бывает есть подстежка теплая ну короче вот классика она всегда классика классика это инвестиция хотя я в нее не вкладывалась мотив следующий тренд следующее направление это вот такое греческое направление в моде сумочку и сюда повесила тоже вот эти сумки сейчас очень модные мне ее мама привезла я с ней хожу просто вот хожу знаете с ней укладу туда что худ что хочешь что-то этой кладешь но самостоятельно я не ношу потому что мне не нравится когда там и кошелек и все но я например положил туда ходила в булочную положила туда хлебушек положила туда какие-то штучки книжки ну это прикол это смешно ее легко положить к себе в обычную вашу сумку и там как-то для фото что-то сделать конечно это ну не вот тебе прям сумка которая должна быть но это модно вот такое платье это вот платье как вот прям знаете такая греческая богиня римская греческая это бренд зиммерман этот наш австралийский вот я отношу такое платье она все она не делает вас худее но тем не менее она очень красиво вот такие платья таких вот славы цвета слоновой кости цвета топленого молока в пол с каким-то может быть кружевами с чем-то таким на лето будет вот просто the best дальше задержан я думаю все в общем мне такой сумбур у меня никогда нету четко четкого вот прям представления о моде и ее тенденции скажем так конечно я смотрю журналы конечно что-то я для себя там черпаю вдохновляю все еще и так далее но для меня вдохновение просто пойти в магазин найти какую-нибудь странную вещь или найти какую-нибудь наоборот очень классичную вещь которую я знаю что я приду домой я ее буду сочетать с чем-то вот конкретным вот что мне нужно это знаете это как охота вот вы всегда ходите вы охотитесь для меня это больше охота такое какое-то развлечение я мало покупаю честно говоря вещей вот львиная часть моего гардероба это накопленные мной годами вот эти вот жемчужины вот эти сокровища но не знаю хорошо ли это или плохо но иногда конечно же я покупаю что-то если мне очень что-то нравится и давайте начнем поговорим об аксессуарах аксессуары летом незаменимые но вообще не летом всегда они незаменимы летом конечно же это очки давайте я вам покажу свои очки очки вы можете сейчас ну просто разбегаются глаза столько разных веней столько разных дизайнеров столько вообще очков которые хочется найдите себе вот какие-то вот просто мне кажется одни классические у меня очень такие классические в них удобно машину водить в них удобно вообще все что угодно потом у меня есть одни очки винтажные это christian dior и они очень крутые они очень классно смотрятся вот просто с джинсами с белой футболкой из корзины вот что-то такое или еще что дальше у меня очки вот такие миу-миу цветные очки всегда конечно выигрышно смотрятся на лето они увидели бы вот такие миу-миу красивые очагована я вам их уже показываю они как классные они крутые и очень сейчас популярные очки это не маячки очки моего мужа я взяла для обзора очки марки teo вот так они выглядят они ультра легкие ультра красивые ну и вот это вот форма вот сейчас они более такие квадратные сейчас модно более вот такие но у нас вот такие будут короче очки это тот аксессуар который помогает нам вытянуть иногда весь образ да также это сумка сейчас я вам покажу мои сумки естественно это вот эти сумки гаяр оранжевого цвета и бежевого цвета также вот два таких клатча гаяр это честно говоря по моему это для айпода айпада айпада это для айпада но я их ношу как клатч это очень удобно это вот такая у меня лето ну и зимой тоже такая вот сумочка золотая вся в золотинках если она у вас будет в гардеробе ну не обязательно именно вот такая сумка кажется можно сейчас найти в магазинах вот что-то вот такое яркое это всегда вот как бы вам поднимет настроение это всегда ваш образ как-то украсит еще больше вот такая сумка естественно мои любимые корзины вот это вот корзина но она просто прекрасно я нашла ее в магазине книг и купила естественно она вообще совершенно была какая-то недорогая красивая и вот с удовольствием ее ношу я буду носить ее зимой тоже с пальто с чем-то таким тяжелым для меня это такой некий шик когда ты сочетаешь такие предельно летние вещи с чем-то таким вот как с меховой шубы например все наверно знают джейн биркин вот этот вот ее прекрасное фото для на близ меховом жилете и вот с корзиночек вот такая вот корзинками любимые я ее редко ношу потому что она очень открытая ну так когда вот прям хочется чего-то таком с белым платьишком очень красиво смотрится эти сумки сейчас будут наверно везде эта сумка винтажная не по моему пятидесятых или шестидесятых годов это бокалит такой пластик сейчас эти сумочки делают разных вообще размеров разных цветов деревянные бывают сумки вот такая вот сумочка очень такая приятная не знаю мне нравится такая сумка это вот прям вот тренд если можно так сказать также сумки прозрачные прозрачные сумки для лета и для меня всегда были моей большой страстью большой любовью я очень люблю прозрачные сумки и вот это моя сумка гаяр она абсолютно прозрачная внутри у нее фирменный кошелек такой большой я ее ношу только летом я от нее балдею я очень-очень люблю прям обожаю обуви много основном основном я носила вот эти вот деревянные подошвы стукалки как я их называю красненькие у меня не нравятся потом если вы хотите что-то там такого вот джефри кэмпбелл такие вышитые бархатные как это называется шлепанцы очень красивые знаете я люблю когда немножечко перебор вот эти вот штучки я в этом году совершенно ни разу не одевала не знаю что с ними делать в том году еще как-то носила в этом году нет но это да это это прикольно это круто лето и жемчужина просто мои две жемчужинки это вот эти кроссовки все наверно их видели уже у меня мои любимые кроссовки от витаминс для рыбок они великолепные они прекрасные они большие они на каблуке они просто вот наверно они мои самые самые любимые сейчас вещи дальше летом очень круто носить шелковые шарфы у меня вот тут гора целых шелковых шарфов разных на голове шарф я люблю летом так вот завязывать небрежный шарф то есть вам даже вся фишка в том что это должно быть сделано очень небрежно тогда получается такой крутой эффект такой шарф такой шарф такой шарф и вы просто их вот хотите можете на руку завязать тоже очень красиво можно завязать вот на шею вот так можно завязать сюда и распустить как-то волосы в общем шелковый шарф это вот прям вашу должна быть такая подружка лучше перья не я не сучу это вы знаете это такая вещь такая шутка шляпы шляпы естественно летом мы все носим шляпки у меня вот такая вот соломенная шляпа с такими вот ленточками сейчас я конечно ее не могу одеть правильно в общем я ее одеваю вот так вот завязываю получается очень приятный эффект вот такая вот шляпа в стиле в этом году я очень полюбила клипсы как я уже сказала всякие золотые цепи и так далее и вот эти вот именно аксессуары они делают ваш образ реально образом вот какие-то такие браслеты такие браслеты в общем у меня здесь очень много браслетов вот такая цепь вы можете ее одеть и с чем-то совершенно простым опять-таки классическим сочетать это будет просто бесподобно потом летом очень красиво смотрятся вот такие вот серьги это называется такой этнический стиль вот если вы найдете где такие серьги их вообще не сложно найти по моему они и в царе есть где угодно и вы будете их сочетать с какой-то просто маечкой с каким-то платьицем с чем-то таким не знаю легким воздушным это будет классно и конечно клипсы клипсов у меня много я их в этом году просто полюбила начиная от таких заканчивая вот от таких вот колечек то есть если вы наберете где-то на винтажные магазины вам понравятся какие-то клипсы возьмите даже для веселья даже для какого-то может быть карнавального костюма ну почему нет это красиво это мне лично очень поднимает настроение и на этом все я надеюсь вам мое видео понравилось очень может быть сумбурно но как как вот есть так вот от души вам рассказала все показала может быть что-то забыла может быть что-то упустила но тем не менее я с нетерпением жду видео Ксюши с удовольствием буду Ксюш тебя смотреть и все всем пока с вами была Аленка Блок чао-чао пишите пишите что вы носите этим летом что вы любите что вам нравится что вам не нравится всегда интересно вас читать пока